Всем привет! В этом видео мы поговорим про автогенерированные описания товаров. Подписчик канал спрашивает. Вы говорили про автогенерированные описания товаров. Сейчас многие SEO-шники в бурже говорят про нейронки для генерации товаров. Возможно, их стоит использовать для наполнения карточек. Не посоветуйте сервисы, которыми ваши ребята пользуются. Смотрите, вы можете использовать разные сервисы, которые генерируют тексты. Мои ребята для Запада используют Jasper и OpenAI. В Рунете есть Garvin, но как-то мы не очень сейчас им пользуемся. Мои ребята потестили, посмотрели. Принципиальные разницы с дешевыми копирайтерами не увидели, а по стоимости соизмеримы получается. Поэтому Garvin мы пока не используем, а Jasper для Запада используют ребята активно и для ряда задач OpenAI. Собственно, вот тот GPT-чат, который вы, наверное, уже видели много раз везде, его разные используют для разных аспектов. Я в Telegram-канале показывал, как можно OpenAI использовать для генерации тайтлов и дескрипшенов. Точно так же можно использовать и для генерации описаний. В принципе, то, что я показывал для генерации дескрипшенов, оно как раз для этого и было. Сейчас покажу. Итак, вот этот пост в Telegram-канале. Напоминаю, если вы еще не подписаны, то это SEO без воды в Telegram. Вот так он выглядит. И вот пост. Вот я продолжал баловаться OpenAI. Вот такая табличка у меня получилась. Сейчас я ее покажу. Инструкция вот в этом же посте. Ссылку на этот пост, если не забудем, добавим в описание. Если забудем, напишите в комментариях, ребята добавят. Вот здесь есть инструкция, как сделать это самому, как зарегаться в OpenAI, как это все использовать. Конструкции, которые я там использовал, вот они здесь. То есть, как с помощью вот этого скрипта, по этой инструкции, а потом добавив вот такие конструкции, поставить, ну, сделать вот title description. Теперь сам, собственно, Google, сама Google-таблица. Выглядит это следующим образом. В первом столбце вы задаете какие-то характеристики товаров, ну, потому что вам описание нужно сделать не оба какое. Ну, их обычно можно выгрузить из... Ну, либо если они у вас уже там представлены на этих страничках, можно их выпорсить через Screaming Frog, например, и сложить вот в такой формат. Либо, ну, можно там запросить у программистов сделать прям отдельно по каждому товару, URL-страницы, и вот так его все характеристики этого товара. Вывалить сюда. Дальше все просто. Вот эта новая функция run.openei, она сработает после того, как вы сделаете все по инструкции, то есть там нужно будет через расширение, через Apps Script добавить соответствующий макрос сюда и ввести свой IP-ключ. Open.ai. Единственное, что вам, чтобы зарегаться в Open.ai, если еще не зарегались, нужен виртуальный номер, какой-нибудь нероссийский. Ну, есть куча разных сервисов для приема СМС. Прям так, вбейте в Яндексе виртуальный номер для приема СМС. Там куча будет разных сервисов. И нужен IP-шник, не российский тоже, но любая VPN-ка даже бесплатно подойдет. Вот, получаете API, дальше вам ничего не нужно, дальше из российских IP он должен работать. Ну, кстати, здесь лучше проверить. Вот я сейчас не из российского IP, возможно, тоже здесь лучше притворяться, что вы не в России. То есть VPN-ка включать. Вот, и дальше вы впишете, то есть может по-английски делать, по-английски он делает чуть лучше, но и по-русски тоже нормально. Вот я пишу, напиши заголовок страниц, товар с такими характеристиками, и давай в слова «Купите Москва». И вот он вбивает, ну, если у меня по Москве, кстати, продвигается, вот он мне сделал. «Купить зеленое платье, размер 35, короткое в Москве». В принципе, полный себе норм. Единственное, где он косячит, это он делает заглавные буквы вот здесь. Ну, по такому, по-западному принципу у них, ну, как-то принято в заголовках делать часто первые буквы слов заглавными. Вот, и здесь он тоже самое, видите, вот шуруповерт и мощностью делать заглавными буквами. Ну, это как бы такая малая цена за то, что нормально все сделает. Это исправляется легко. В обычный Word вы это добавляете. Word умеет делать, ну, и куча секретов всяких, которые умеют делать первые буквы предложения, делать большое-большое, а остальные маленькие. Вот, то есть вот этот title так генерирует, так он генерирует description. По этому же принципу вы можете генерировать и описание. Единственное, что вам нужно будет поиграться с этим, ну, например, если я сейчас возьму, вобью сюда, напишу длинное. Длинное, продающее описание. И здесь лимит поставлен не 500, а 3000, например. Давайте посмотрим. Ну, и второй плюс одно сгенерится. С первого раза очень часто косячат. С первого раза очень часто выводят не то, что нужно. Так, что-то генерирует. Так, представляем вашему вниманию. Прекрасное зеленое платье, размере зеленого, короткое платье, высококачественного материала, прекрасно почерпнет фигуру, предоставленное. Ну, вполне себе такой водянистенький, но по теме текста и размер есть, и цвет есть. Если бы характеристик было больше, он, я думаю, более сочный текст бы сделал. Куда подойдет, дополненный гардероб. Вполне себе водянистенький текст от копирайтера. То есть, если бы я копирайтер дал примерно такое же, то, знаете, типа, напиши мне какое-нибудь описание для товара с такими характеристиками, я думаю, что он примерно так же и написал. Вот второй, парашюр-поверт. Так, шуруповерт, мощность 100 ватт с синим цветом. Ну, вот он всю фактуру нафигачил в первое предложение, то есть все характеристики, а дальше водичку наливает. Прочный инструмент, быстро и эффективное вращение шурупов, болтов, мощный двигатель, прочная корпусная конструкция. Ну, вот такие общие истории, которые, в общем, для почти любого шуруповерта подходят. Представление, простой легкий дизайн. Проектов. Ну, вполне себе текст, кстати, описание карточки. Вот. Так что вполне можно. Вполне можно, и все, и вы это можете хоть импортировать потом в... Ну, здесь еще столбец, нужно будет URL-страницы, и все. Потом хоть импортируете и смотрите, как это начнет ранжироваться. Единственное, что я не рекомендую разматывать это все целиком. То есть разматывать это, ну, на весь сайт, типа, куча гниеренки. Попробуйте какие-нибудь там 200 страниц, на них поставить такие описания. Особенно я рекомендую брать те страницы, которые у вас из индекса вылетают. Ну, потому что там у вас там мало характеристик, или там фотка какая-нибудь не очень хорошая, или вообще нет фотки. Вот попробуйте там добавить описание с огромной вероятностью, это, ну, заметная часть их страниц залетит в индекс обратно. Вот. Хотя бы для этого это вполне можно применять. Для ранжирования не всегда, но тоже в ряде случаев будет отрабатывать лучше, чем отсутствие текста вообще. Как-то так, вполне себе эту штуку можно применять. Разные сервисы, ну, в данном случае мы использовали OpenAI. Он довольно сильный, и вполне можно вот в таком, в автоматическом режиме. Там довольно много лимитов бесплатно он отсыпает. Практически весь сайт можно наполнить вот такими текстами. Тайтлы, дискрипшены, описание карточек товара. В принципе, все можно генерить. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.